Каждая хозяйка в своем огороде знает, когда нужно вытаскивать чеснок из земли и определить спелость. Есть очень много разных причин. Это и листва пожелтела, пожухла, стрелочка, которую мы всегда оставляем на грядке, смотрит прямо и лопнула, и показалось, что там маленькие-маленькие бульбочки. Головка чеснока уже имеет такой красивый сиреневый оттенок и шейка у головки тверденькая и хорошенькая. Я чеснок использую в своей кулинарии и домашних условиях с момента, когда еще чеснок набирает только силу. Поэтому и сажаю целую грядку на три семьи. Вот несколько я показывала, у меня ролик есть весенний, как я сажаю чеснок и какой он у меня вырастает. Да и чеснок во время вот этого вируса, пандемии, очень даже кстати, нужно обязательно его кушать. И вот что интересно, когда чеснок растет, его просто вырвать с корнями очень-очень даже тяжело. Приходится даже и подкапывать чем-то. И цепко сидеть в земле, корни прямо они живучие такие и не дают выдернуть этот чеснок. А когда он уже начинает созревать, вот и корни становятся там уже, наверное, как не цепляются за землю, его легко, без лопатки можно выдернуть руками. А если сухая стоит погода, так и вообще очень хорошо доступно его можно выкопать. Хотя руками нежелательно делать, лучше подкапывать вилами или же лопатой. Вот вам еще одна подсказка, какой маленький секретик. Готов ли чеснок к выкопке? Можно определить вот таким именно способом. Посмотреть на корневую систему, какая она. Если она сильно светлая, значит корни еще растут. Если уже корни на головке самого чеснока потемнели и слабенькие, а может быть даже уже и не готовы к отмиранию, все, готов, чеснок и можно выкапывать. Вот такой вот чеснок Любаша у меня 3, 6, 7, 7, 8 имеет вот таких чесночин. Для сравнения мой чеснок. В одной руке спичечный коробок, в другой вот сама луковица чеснока. Я всегда вовремя провожу закладку осенью под чеснок. Весной 3 весенних подкормки и больше я с чесноком ничего не делаю. И получаю вот такой хороший результат чеснока. Сейчас я буду вязать и подвешивать для просушки. Видите, какие головки. Кулак. Вот она уже мягкая. Но она еще должна сохнуть не меньше двух недель, если позволяет погода на грядке. Вот корыто уже готово. Почистила. Вот осталось еще вот целый ряд. Вот почистила весь чесночок свой. А теперь нужно его повязать. Вот так вот сушим мы чеснок свой под навесом. Это у меня средний чеснок. Вместе вот с дровишками, с вениками. Средний. Я делаю все по сортам. Это один сорт там сохнет. Здесь другой сорт сохнет. И сейчас в сараюшке еще покажу. Любаша, который мой любимый чеснок. Ну и этот тоже. Видите, какой крупный. По 6-7, да больше даже. 8 зубчиков. А это мой любимый сорт Любаша. Подвешенный вот здесь у меня тоже висит, сохнет. В сарайчике там тоже все Любаша. Это вообще гигант. У меня чеснок, который по 7-8 зубчиков. Огромнейший просто. Я очень-очень довольна этим чесноком. Если кто увидит такой чеснок, берите, покупайте. Будете очень довольны. Вот насчет вот этой бороды. Как блогеры там показывают, что они срывают это вот все. Никогда я эту бороду не срезаю. Она высыхает. Вместе вот с ботвой. Еще луковица набирает силу. Поэтому она высохнет. А потом, конечно, уже можно и оборвать. Вот такой вот чесночок у меня сохнет с раюшки.